Экономические связи между Китаем и арабским миром становятся все теснее. Об этом свидетельствует объем инвестиций, которые продолжают расти. В первый же день 10-й арабо-китайской деловой конференции было подписано более 30 новаторских соглашений на сумму около 9,8 млрд долларов. Энергетический сектор, ископаемый и возобновляемый, был основным целевым объектом для инвестиций. Есть также договоренности по вложениям в технологии и транспорт. В двухдневном мероприятии, которое накануне открылось в столице Саудовской Аравии, Эр-Виаде, принимает участие более 3000 представителей бизнеса и правительства Китая, Саудовской Аравии и соседних арабских государств. Конференция признана крупнейшей по масштабу с момента ее создания в 2005 году. Она посвящена сотрудничеству во имя процветания, и здесь обсуждаются в частности технологические инновации, искусственный интеллект, развитие возобновляемых источников энергии, скоординированное развитие промышленной и горнодобывающей промышленности и безопасность цепочек поставок. На этой арабо-китайской бизнес-конференции я очень впечатлен огромным потенциалом экономического и торгового сотрудничества между Китаем и арабскими странами. Я узнал, что предприятия из 22 стран Лиги арабских государств обсуждают со своими китайскими коллегами множество планов сотрудничества, особенно в сфере цепочек поставок. Все это объясняет, что потенциал есть везде. Количество подписанных соглашений свидетельствует об огромном потенциале экономического и инвестиционного сотрудничества между сторонами, отмечают эксперты. Китай стал ведущим торговым партнером арабских стран. За последние годы между ними фиксируется существенный рост торгового оборота. Его общая стоимость только в прошлом году достигла 430 миллиардов долларов. Успешное проведение арабо-китайской бизнес-конференции еще раз доказывает всестороннюю открытость Китая для арабских стран.